Речь идет о том, что мы постараемся обсудить некоторые интересные особенности русской истории, связанные они будут с телевизором Масовского Фоменка, безусловно. Мы проверим их на верность и истинность. Я хочу сказать, что очень многие у Фоменка работы вызывают искреннее уважение, хорошие работы по прикладной математике, но с позиции того, что Русь со столицей Москвы была властелиной всего мира, это потом скорее, она не вызывает у меня никакого доверия. Такая другое дело. А про империю? Вот это есть громадная империя со столицей в Москве, русская, которая властила на всеми странами, на всеми континентами, что русские казаки впервые открыли Америку и так далее, что они руководили всем миром. Она не вызывает никакого уважения. И попытаемся осмотреть ее на примере, скажем так, печати Ивана Гозного. В самом деле есть некоторая печать, на которой изображено большое количество титулов великого князя московского. В первую очередь, у тех мест, где он царствует. Ну, это, наверное, князь Смоленский, да? Потому что Смоленск – это было княжество, а оно принадлежало к главному московскому государству. Кроме того, он, безусловно, царствует над Казанью и Астраханью. Это тоже, естественно, при Иване Гозного, Казань и Астрахани захватили. Но после этого возникают всякие вещи, типа Югория, или Болгария, или, например, Пермь, или Виатская земля и так далее. Фоменка с Носовским пытаются сказать, что под этими псевдонимами, на самом деле, скрывались области западных земель. Ну, что такое Егория, говорили Фоменко? Это, безусловно, Венгрия. Что такое... Пермь. Пермь. Это Германия, как он сказал, не знаю почему. Нет, называют не Германию, но Пермь для него – это Австрия. Прежде всего, Австрия, Южная Германия и Северная Италия. Вот, вот это Пермь, земля Пермская. Что такое Вятка? Это, как бы, Каталония, то есть область возле, и лозунный вертванский. Понимаете? Ну, Италия, чаще всего. Да, вот это, вот эта часть, вот это земля Градская и так далее. Какие подробности вы знаете? Да. Что, что, Южная Италия, да. И считается, значит, почему это так? Ну, рассказывается о житии, например, такого известного святого, как Степан Пермский. Считается, что он, будучи современником Сергия Радонежского и близок к его клубу, совершил какие-то деяния, самым главным проповедовал христианство свое, и основал некую новую азбуку из 38-х букв. В момент, Костанцузским считает, что он придумывал латынь. То есть, буквально с 15 века у нас только существует латыня, до этого латыни у нас как бы не было. Сейчас можно только помолить комментарий. Они считают, что стихианом Азбука – это скорее готический алфавит, который потом трансформировался в латиницу. Вот даже еще. То есть, он при латынь придумал. При латынь я пока придумал. А начальник-то уходительным каким был? И вот по поводу Перми тоже. Перми, готический? Вот у Карамзина есть замечание, что боясь монголов, многие жители землепиловки, да? Да. Бежали в Норвегию. Куда бежали? В Норвегию. В Норвегию? Да. И мы думаем, боже мой, где у нас Перми на камере, где у нас Норвегия, как же они оттуда бежали. Еще, значит, позиция, которая у нас состоит, и которую мы должны посмотреть по поводу всего этого. И отсюда, как бы, может, подсказываю что-то больше, но, к сожалению, я не ушел сказать. Делается вывод, что потом... А, вот, например, Пермь, как таковая, она была основана, отныне было Пермь. Была основана гораздо позже всякой эпохи Ивана Грозного. В то время, времена Стефана Пермского, там была деревня, по-моему, ее называли Тулья-Рашиха, Тулья-Гашиха. Никакой Перми не было. Стефан Перский, типа, он рассказывает, что он совершал свои подвиги в некоторых великих местах. И мы видим, что большое скопление подобного фактов и событий может у некоторого читателя сложить, что Фоменко здесь немножко... Давайте на самом деле, смотрим критически, постараемся, самое главное, подробнее узнать, кто такой был Стефан Перский, где проходил его молитвенный подвиг, что в настоящий момент понимают под княжеством, да, что это такое было. Постараемся и кричать на карте. Я сразу же скажу Чуджую, что мы увидим, что современная версия истории, самая главная география, оказывается, прекрасно согласована сама с собой. Потому что земля Пермская, на самом деле, это земля перморских народов. И она не только включает сегодняшний пермор, но она включает все вот этот север России, проходящий буквально от Кореи, по югу Ахангельской области. Коми и СССР, по-другому же только Пермский край. Если мы обратим внимание на биографию Стефана Пермского, мы увидим, что он родился в Великом Усть-Устье. А где, куда он в Пермскую землю ездил, где он он изобретал? Мы думаем, что Пермь, это вот Пермский край нынешний, да ничего подобного. Он начал свой подвиг, что называется, в 100 километрах буквально, и в 200 километрах своего месторождения. Он высадился на территорию нынешнего Котласа. И все его приключение состояло в том, что он двигался по реке Вычигде, это самый полноводный приток Северной Двины, зад вперед, до Уси-Выси. То есть это... То есть это не западноевропейский деятель, а наш, да? Да, это наш северный, северный. То есть его подвиг, то, что называется, место его действия, это юг нынешний Ахангельской области. И это было Пермским краем, на то понятие. Точно мы в это дело обратим внимание. Вот. А когда Стефан в Пермске жил? Он жил ориентировочно на обе Ж 14-15 веков. То есть до Ивана Грустного. Да, до Ивана Грустного. То есть проблема состоит просто в том, что он не является европейским деятелем, а его никто не считал европейским. Фоменко его считает. Считают, что его земля Пермская находилась в совсем другом месте. Они же не называют его европейцем, сам-то он русский. Да. Считается, у него была мама архомизорянка. Не воздействует. Да. Но Пермь, у нас в чем проблема, почему умозаключение фоменера оказывается психологически убедительными. А они оказываются психологически убедительными, потому что для нас Пермь, это где находится нынешний и сегодняшний город Пермь. То есть приток Волги. Это область, расположенная по камню. Пермь на самом деле и подвиг Ивана Пермского и вот почему-то о подвиге, ну может быть комаров было много по этому подвигу. Он проходил на юге Архангельской области. Пермь была тогда там. И по камне тоже была Пермь. И везде это была Пермь. Пермская земля это как бы вот такое полукольцо, которое Владимир Суздинской Русь с севера и с востока обнимает. От северного Ледовитого океана до, так сказать, земель. Скажем так, от Белого моря. Я сейчас об этом по-другому скажу. Скажем так, от Белого моря, да, буквально до Волги. Можно посмотреть, какой он алфавит на самом деле придумал. Придумал он в латын. Ну, существует, поддельные, не поддельные, несколько видов азбуки Стефана Пермского. Она действительно пользуется некой популярностью. И потом, уже ближе к 18 веку, она превратилась в тайнопись. Ну, говорят, Пушкин, например, ей владел. И после этого эта тайнопись у нас не зашла. Кстати, очень интересно, из чего сделан. Он для коми придумал язык, по сути, алфавит, да? Он основан не только на символах кириллицы, но, скажем, на неких тюркских и других символах. Их было много, только очень показательно. Потому что, когда русские после революции давали письменность большому количеству малых племен, которые существовали в Советском Союзе, они всех делали на уровне кириллицы. Некоторые были на латинице, потом их переучивали на кириллицу. И сейчас, например, казахский президент пытается казахский народ обратно переучить на латыницу. Многие говорят, что, например, Белковский рекомендовал Ющенко, то есть он так говорит, перевести украинскую могу тоже на латыницу для того, чтобы избежать психологической зависимости от российского народа. Так, они перевели. На латыницу? Да. Правильно? Да. Не знаю. Перевели. Да нет, это кириллица. Ну, что значит перевели? Ну, там, где продержился, это латинская и русская. Нет. Нет, русская. У них есть просто несколько. Да, извините, ну, ладно, мы к этому делу обращаемся. В связи с этим интересно еще посмотреть. И оказывается, что Лятка, то есть, вот, город названия Пермь, да, на его месте находилась тогда деревня. Ну, посмотрим, что называлось те времена Великой Пермь. Был ли такой город? Был. Называется он Чердынь. Чердынь. Чердынь? Чердынь, Великая Пермь, это город в верхове Камы. В чем там особенность была? Обратите внимание, что все двигались по трем бассейнам. Это бассейн реки Волги, бассейн Северной Двины, да, ну, и третий бассейн, который мы раньше сегодня были говорили, это бассейн реки Печу. Там, где Чердынь находится, там как раз эти три бассейна между собой легко смыкаются. Там можно легко перетащить лодки, ну, как легко, и у нас очень тяжело, для техники, наверное, было легко. Перетащить лодки и перейти из одного бассейна в другой. Волоком. Волоком, да. Волоком они перетаскивали. Да, как часто говорили, Волоком. Да, Волоком. Ну, вот это очень важное тоже такое заключение. Теперь осталось найти на карте Великую Болгарию. Ну, мы знаем Волжскую Болгарию. Да? Волжская Болгария, она чем характерна? Что она существовала достаточно давно, то есть, гораздо раньше, чем описываемые события, особенно эпоха Ивана Грозного и кого-либо еще. Но надо посмотреть, на каком языке они писали в Средневековье. 90% это чувашский язык. То есть, предки чувашского языка. То есть, они предки, безусловно, и татарь, и чуваши, но говорили они в основном для пассивного чувашеского языка. Я думаю, что там есть проблема тоже неправильной для кировки. И Болгария, Волжская Болгария гораздо ближе к нам, чем мы думаем. То есть, по большому счету, это чувашское царство. И когда Иван Грозный писал, что он еще на себя напечатал, что он царь, хан и князь болгарский, это ни в коем случае не имеет отношения, как на такой взрыве фамилик-санцовский, к современной Болгарии. Это означает, что он был царь, князь и хан, а вот и чуваши просто на просто. И сами чуваши, а чуваши находятся в 100 километрах от Казаха. У меня есть такое возражение, я уже говорил, что в XVI веке никаком болгарском царстве на Волге, никаком княжестве болгарском речи не шло. Земли, которые назывались искренне-булгарскими, по официальной истории во всяком случае, тогда принадлежали к царству Казанскому. Никакого особенного болгарского болгарского или болгарского ханства или княжества тогда в XVI веке на Волге не было. Ну вот, есть и другой пример. Есть же Касимовское ханство. Касимовское ханство, оно в печать Ивана Гроза не перечислено. Вот оно было, но оно не перечислено почему-то. Как же говорили, Касимовское было ханство? Касимовское? Нет, минуточку. Ханство? Нет. Мещерский городец, который позднее переименовали в Касимов, потому что он был дал удел некому татарскому царевичу в Касимов. Просто это было его удела, это никакое не ханство, не княжество. Ну вот, тоже тоже есть подобная информация. Некоторые историки отчитали, что Касимовское ханство отрицают само существование. Но тоже это граница между Рязанью и Московской областью, то есть совсем близко к Москве. Ну вот, по крайней мере, мы видим, что для булгаров, булгаров или волгарей просто-напросто, по-русски, естественно, то есть ворские волгаре, они были по большому счету говорили на чувашском языке. Поэтому разумным образом предположить, что то самое, что он являлся князем на печати булгарским, да, булгарским, там так дословно сказали. Булгарский или булгарский. И перечислили это как раз перед князем Казанским, ровно перед ним, да, по месту? Не понял. Ну, практически то же самое. Разумно предположить, что это читать на нынешнем языке, надо понимать, что он был еще князем Чувашским. По-моему, это очень разумно, поскольку все болгарские надгробия, практически, то есть 90% выполнены там написано на чувашском языке. Я думаю, что нынешняя территория Чувашской републики тогда ходила в царство Казанска. Я бы вообще не уверен, и поэтому в каком-то самостоятельном отделом бургарском ханстве. Тем не менее, мне представляется эта гипотеза гораздо более разумной, чем говорить, что эти самые болгары, это были нынешние болгарары, непонятно, далеко-далеко от него отходящиеся. Ведь смотрите, как она устроена, что все князи, все царства, они зависят от связности. Что такое связность? Это там, где мы можем поехать, то есть по дорогам. А где мы можем поехать? Это значит бассейн и рек. Если у нас... Особенность на ревности. Да, особенность на ревности. Если у нас был бассейн и рек великой реки Волга, то если вверху-вверху находилось московское княжество, то его естественный путь экспансии это движение по Волге. Так и произошло. Болгарское, то есть болгарское царство, которое ты отрицаешь, после этого сразу же Казанское, потом Астраханское. Вот его. Никакой других Крещенец, я прошу, я уточняю, это не я отрицаю, оно не, так сказать, в официальной совершенно истории, так сказать, нигде оно не свидется. Точнее, оно считается, что оно было как бы, ну, в древности, да. А в 16 веке, я говорю, в официальной истории никакому болгарскому, царству или ханству речи не есть. Да, теперь идет речь А можно уточнить, что на этой печати перечислено? Булгарское ханство, Смоленское, Астраханское, Астраханское, Астраханское. И вопрос, что такое Булгарское? Да, да. А поскольку творческих булгар остались надписи на гробе почти исключительно на чувашском языке, легко предположить, что это чувашское и только Астраханское. То есть, помимо того, что царь татар казанских и астраханских, но еще и царь Чуваш, условно говоря. Ну, вот такая вот эта версия. Вот, то есть, вот это такого движения. То есть, не надо пытаться распространить московское государство на весь них. Оно как жило по рекам, так оно и двигалось по рекам. Вот это его естественно. Вы взяли, и оно оказалось на рубеже двух бассейнов. Бассейн от Северной Двины замечательного и бассейна Волги. Поэтому его естественный путь экспансии был, это путь был по Волге. Вот она по Волге и дошла до раз. такое помещание. Есть еще там земля вятская, да? Да. И почему-то ее помещают современные историки тоже за Волг. Да. Ну, что интересно, например, в циклопедии Бронкауза Ефрона, оказывается, согласно циклопедии Бронкауза Ефрона, вятская земля была. Там, где сейчас Калужская, Орловская, Курская области. Ну и хорошо. Простите, а на каком основании это поместили за Волгу? Хорошо, ну ладно, так это не важно, самое главное, вблизи Москвы. Самое главное, вблизи Москвы. Ну, тем не менее. А на каком, а на кого оставать Фоменко с Носовским поместили ее в Каталонию? Это уже другой вопрос. Просто получается, что если, так сказать, историки так произвольно обращаются, так сказать, с историческими документами, так они могли и Пермь поместить не туда, где она была. И что касается еще Перми, современные, это самое, то есть, жители современного Пермского края и республики Коми никогда себя не называли, ни Пермяка, не Зирианом. Они всегда себя называли Коми. С другой стороны, мы знаем футболиста, я говорю, по фамилии Зирианов, откуда он взялся-то? Ну и что? Ну, там, один или два человека, это не играет никакой роли. То есть, фамилия... Ну, он как раз из Перми взялся. Сумеришь, уехал из Пермского МК, поехал к нам в Зенит потом, через Москву. Понятно, что определенным образом там, как бы, что, вот, так сказать... Это непонятно, но согласись, что разумно говорить о Перми, вот, например, называют ее Перми, разумно ее называть вся территория, заселенная этими финно-угорскими народами, в частности, Коми. А какая-то и... А как она была заселена? Она была сплошняком, вот у нас от финнов идет, Корея, Корея сплошняком по всему северу и доходя до Камы, реки, до Басеи. Потом русские ее клином разрезали вдоль Северной Двины и у нас на сегодняшний финно-угорский этост развали на две части. А, собственно, в Олжске, то есть на восточном, и на западном, из Карелых, Вепсов и Финов. Вот он обособен. А посередине как бы русские, ну потому что они ее порезали таким образом. Вот. Поэтому, если вот просто есть некоторая вещь, когда мы говорим Стефан Перский, где Роббожил и считается по официальной версии Стефан Пермский. Стефан Пермский, он родился в Великом Устюге. Я хочу обратить ваше внимание, я постоянно говорю, что Владимир Сузовский Русь, то есть Московская Русь, это было в первую очередь финно-угорским государством. Вот смотрите, мне известно три великих города по типу это господин Великий Новгород, это Великий Устюг и Великая Пермь, то есть Черды. То есть вот три великих города. Ростов Великий. Ну, а так сказать, четвертый, да. Ростов Великий, вот вся вся эта финно-угорская цепочка. Они получаются так, что великие, потому что был им и нижний какой-нибудь или мало. Такой. Ну как, Новгород Великий, да, Новгород Нижний. Может? Нет, ну это никакого соотношения. Нижний, это значит дичь. Значит, было два разного. Нет, Верхний, на Довой и Ростов Великий. Верхний, тогда Верхний. Ростов Великий и Ростов на Дону. Ну вот так. Ну просто я хочу рассказать, что они локализованы, потому что как раз в момент Косносовских я по целому ряду позиции верю, что Ярославль был скорее Нижним Новгородом. Великим Новгородом, да, Великим Новгородом, до поры до времени. Новгород, на Волховь и какой-либо еще. Они тоже Новгород, на Двухвольм Новгород. Ну, кстати, что касается печати, да, кроме печати Ивана Грозного, вот скажем, в книге Фомена Коносовского приводится печать из так называемого дневника Корма. Она гораздо подробнее, чем печать Ивана Грозного. И туда, в частности, входит, помимо перечисленных Княровств, например, там написано, ну, соответственно, Княровству входит в фразе именно печати, логично предположить, что, так сказать, это часть была русского государства. Туда входит, например, Свея, то есть Швеция, как вам это нравится. Туда входит, например, неизвестная, так сказать, непонятно, что это такое, например, как Кандиния. Но, например, что это может быть такое? Ведь раньше на некоторых, на многих географических картах словом Кандий обозначали остров Крит. Ну, и еще Кантий это старое название городства Кент. Я посмотрю, я посмотрю, я думаю, что найдут он и тоже здесь. Как и с Угорией, который... Угория, по большому счету, это земля бассейна печала. Да, но подожди, Игорь, ты говоришь, что поместить какое-то название можно куда угодно. Ну, вот, опять-таки, пример тебе, если я что-то поразил, пример святки словаря Программа за Ифрома. То есть, это серьезнейшее издание, люди, так сказать, основываясь на исторических документах, приводят цитаты, говорили, что вот земли ильянские, туда-то все включаются, сейчас эти города, Козильск, там еще там ряд городов, ну вот, а современные историки, извините, примечают его совершенно не туда. На каком основании? На основании каких документов? Ну... я не знаю, они считают, что была река веткой, поэтому Хлынов переименовали дальше Гят. Вот и все. Сейчас Хлынов является, сначала Кировым побывал, а сейчас опять является Гят. Да? Ну, я хочу обратить внимание, вот еще последний, значит, эпизод, о котором тоже надо заметить, это по поводу, что боясь сатары монголов, жители Перми сбежали в Норвегию. У нас есть некоторая загадочная сторона Берландия, от слова Бер, Медведь, я бы просят. Берния. Да, Берния. Берния, Берландия, а как это еще? Ну, Берлога, вы слово знаете, да? Берлога, Бер. Да, можно постараться понять, где она находилась. На самом деле, по всей видимости, и это почти наверняка можно утверждать, это Юг, Берландия. А почему именно так могло называться слово Медведь? А потому, что там происходило любопытное мнение, которое сейчас происходит у нас на Камчатке и на Аляске у американцев. Идут лосось на нерест, и медведи отсюда выходят, лосось поедают. То есть происходит массовая демонстрация медведей всему миру, по всему отзыву, по всему этому штуку. Берландия. Теперь, где у нас находилась Норвегия того времени? А Норвегия того времени находилась в районе нынешнего Атмана Нурмандии, для территории, например, принадлежала нынешней Мурманске, то есть Нормандия. Мурманске это как бы другое написание, что он как бы норвежский год. Вот. И... Мурманск, Нурманск в смысле? Нурманске, 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 нынешней Мурманске переходят везде. И это точно, это та вещь, где, конечно, были и лапландцы, но они контролируются по большому счету. Если глупые вовсе переходят, может, тогда получается, что Пермь, быть может, это другое произношение слова Пермь, Пермь, Пермь. Вот и все. Что это за история такая? Я не история, я просто говорю, я пытаюсь объяснить тот факт, почему люди... Карамзин пишет, что, боясь татар-монголов, жителей Пермь, перебежали в Норвегию. Вот они и перебежали очень просто. Распустились вниз по Белому морю, а в Оголососе Белого моря 46 километров всего. И оказались в этой самой Норвегии. Совсем близко и одинаково. И не надо ничего придумывать, что у тебя Пермь находилась где-то там на севере Италии. И на юге Германии. И где-либо еще. Никуда им не надо было бежать. То есть, как вы, извините, откочевали 46 километров, то есть, 50 километров, в принципе, за три дня прошли. Ну, надо еще добываться до Говола, конечно. Да, за два-три дня. Это оказалось очень близко. Не так, как мы себе представляем. Вон где там Норвегия, и вон где земля перская на камень. Действительно тяжело сбежать. А на самом деле чуть-чуть спустились по Северной Двине и перешли туда. Вот и все. Не, ну как спустились если по реке, значит должно быть одно транспортное средство. Если ты идешь пешком, то у тебя другое. Да, транспортное средство одно. Давайте ближе к империи. Ну, я во что хочу сказать. Когда мы начинаем анализировать классическую точку зрения на московское государство, мы видим, что все вещи, на которые обращает Фоменко и Носовский, внимание, они в этой точке зрения очень хорошо обоснованы. Все имеет под собой некоторые основания. Вместо действия Тепана Пермского прописано, надо просто на это дело внимательнее обратить. И поэтому, по всей видимости, когда Фоменко Носовский пытается приписать Московской империи власть он всем миром, он не прав. Власть ее была, по всей видимости, и это вот я пытаюсь показать на примере различных факторов, на самом деле распространялась только на верховье Волги вначале и на верховье Северного юга. А как быть тогда вот с... Я говорил, с печатью из-за никакого. Вот ты, допустим, Канти, ты говоришь, что там как-нибудь... Ты понимаешь, ты бы мне задал этот вопрос, я посмотрел бы, пока... А Свея как? Тут уж никак не отморываешься. Свея. А что такое Свеяга? Свеяга же где-то есть. А, на севере, или северная река. Не надо посмотреть. Свея может быть там, где находится Свеяга. А ты сказал, что не печати, как дневник кого-то? Корбо. Дневник Корбо. Не знаю. Кто такой. А ты что, в смысле, какой-то... Все равно это частность, которую требуют еще другие... Таких частностей много. Понимаешь? А ты еще частности. Я, например, с Вяткой привел. Ну... Ну это тоже же. Ты говоришь, что... Я говорю, что Вятка была с одной стороны от Москвы. Ты говоришь, что с другой. А сказать, что Вятка находилась в Каталонии тогда... Да, подожди. Это нормально? Нет. Ну с другой стороны. Давайте... Разница между двумя этими аргументами. Тем, что у тебя Вятка находилась с одной стороны от Москвы или с другой стороны. Одно говорит около Ахи, вторая около Камы. Вятка. Нет. Как бы сказал, это на юго-западе... Ну а как? Нет, подожди. Хорошо. Нет. Это все понятно. Ну, я приводил этот аргумент с другим. Я так хотел обратить внимание на другое. На каком основании историки поместили Вятку сюда, за Волку? Вы понимаете, не об этом же разговоре? Нет. Вообще, нет. Придется разговор о том, что, допустим, там Югра, там Перм, Вятка... Опять-таки вопрос. А на каком основании, на основании каких документов и каких соображений они помещены туда? А почему с Вяткой? Ну, допустим, Вятку ошиблись, допустим. При чем здесь это вообще? Ну, обратите внимание, что все земли, которые там перечисляются, они все локализованы. Ну, мы смотрим про Булгарское царство. Булгарское царство тоже есть большое подозрение, что оно там же было локализовано. Ну, разумно это предположить. Нет. И потом, что касается империи, в понимании Фомян-Коносовского, там же и комплекс аргументов, а не только, так сказать, рассмотрение там территории, которые там прописаны на какой-то отдельной печати, или несколько печати. Ну, давай, давай мы к ней обратим внимание. Я просто хочу сказать, что вот эти всякие вещи, что традиционный взгляд на, скажем, на Москву времен Ивана Грозного, он хорошо обоснован, в первую очередь он обоснован с транспортной точки зрения. С транспортной точки зрения, что у тебя единственный путь, который доступен, это реки. все. А лошади как же? Почему? Фигня это. Очень долго, и опасно, опасно. А у тебя, извините, как раз иностранцы, допустим, совершенно официальная точка зрения, в 16-17 веках поражались, насколько быстро, так сказать, продвигались по дорогам в России, вот эти, по этим, через систему Ямовка, насколько быстро передвигались сообщения. Так у нас был один из аргументов. Еще раз говорю, этот вопрос идет о грузах, причем их сообщения. Человек курьер может быстро перемещаться по ямам, а грузы так не перевезет. Грузы помедленнее. Не помедленнее. В 19 веках у нас один из крупнейших и сильнейших городов России поэконом. Кострома. Мы все там были, увидели их склады, то, что у них осталось. Потом все было эпоха железных дорог, и все, нету Костромы. А так по реке был мощнейший город. По реке было удобно быстро, большие грузы перевозить, безопасно. Правильно? По сравнению с дорогими. Хорошо. Где могут наброситься справа, слева и так далее, сверху. По реке, да, большие грузы. Но это же одно другому не противодействие, что если, как для грузового... Для того, чтобы грузовая дорога была, она ее не достаточно тропинкой сделать, не достаточно грунтовой сделать. Ее надо сделать, по крайней мере, замощенной. Нет, не обязательно замощенной. Другое дело, что большие грузы по ней не привезем. Надо перевозить грузы. А большие грузы, ты можешь перевозить только по рекам. Поэтому очень разумно смотреть, что империи все должны находиться в ситуации некой связности. Да. Почему именно связность должна быть именно большими грузами? Почему вы не допускаете, что для больших грузов использовались реки летом, да? Для перемещения, значит, людей, курьеров, значит, те же реки использовались и зимой лошадьми, да? А летом, значит, теми же лошадьми перемещались, как это, поперек рек. Почему это не... Это было все вместе? Почему вы разделяете? У нас даже до сих пор дороги, дороги в Европе самые малочистые, значит, самые плохие и прочее. До сих пор. Нет. А вы предполагаете, что в те времена все дороги у нас были... Нет. Особенно предположить, опять-таки, но мы говорим о некоторой связанности. У нас любой барьер между бассейнами, который надо переносить грузом, он является неким действительно потенциальным барьером, согласитесь? Ну, для грузов, да. Да. И для людей тоже, да. А для людей почему? Лошадь, это... Путем смены лошадей, курьер переехал, да? И что? И что курьер переехал? Курьер только и переехал. Курьер и все. Молодец. Смотрите, более поздний случай, точнее, в путь к тому времени. Взяли Астраханское царство, турки возмутились. Они Астрахань решили вернуть назад. Что они попытались сделать? Они начали копать канал между Доном и Волгой. А поскольку шлюзов не знали, у них ничего не получилось. И они Астрахань взять не могли. Они подошли к Астрахань, но поскольку снабжение было плохое, а там мертвые оси кругом на сотни километров. Они это маленький городок с русским гарнизоном не могли взять. То есть он, при том, что русские контролировали Волгу как бы таким образом, у них позиция была связанная. А у турок она была не связанная. Хотя силы тогда были, судя по моим представлениям, несопоставимые. Прихватить им власть на Астрахань обратно не удалось. И весь бассейн Волги, даже по официальной версии, начали контролировать именно русские, то есть московские государства. А почему здесь канал, Волга, Дон? Для того, чтобы они собирались поднять свой флот под Дону, с Азова, после этого перевести его в канал, перетащить его в Волгу. И после этого выйти к Астрахани, в Азовское море, где войны со своими врагами в Персии. И что в 1500-х годах, что они знали разницы уровней Волги и Дона? Ну, мне кажется, некоторые вещи, так сказать, такие вдаемся, которые не имеются. Не, ну просто я не прав, на самом деле. Я, потому что, я влию к экономике. Поэтому я говорю, что у тебя есть понятие связанное... А что, международной торговли не было, что ли? Существовало тогда, и как она осуществлялась на тот момент? И как по-разному осуществлялась, но в основном, конечно, морским путем. Ну, морским путем. Вот у тебя главная была ситуация, что есть простой легкий Волоко, но относительно, между бассейном реки Северной Двины и Волги, с одной стороны, а с другой стороны, бассейном Малышского озера. Ну, какой Волок, если... Нет, из 100 километров, если... Вот просто из всех присутствующих, кто сколько-нибудь Волоком хотя бы передвинул на километр? Хоть какой-то. Скажите из вас. Больше километра кто-нибудь Волоком... Там уже 100 километров не было, конечно. А? Я шел десятки километров. Так вот именно... И эти десятки... Ну, надо посмотреть. Ну, десятки... Там ничего не сохранилось после появления Риминского водохранилища. Там уже не объяснить. Ну, считается основной этим путешествием. Да, долгий время, пока первый первый не запретил. У нас главным портом в России был охранник. Я, кстати, единственное, что хочу сказать, что касается империи в смысле Фомена Коносовского, это не есть империя, как была, скажем, Российская империя Романовых. Это просто объединение государств, независимых государств, вассаль... Нет, точнее, это объединение различных государств, совершенно, вассально зависимых от одного центра. Поэтому между ними не было необходимости в такой сильной коммуникации, как, допустим, между частями одного монолитного государства. Тогда она не устойчива, она разваливается. Ну, почему она могла существовать достаточно? Да, я думаю. А вот, например, мы сейчас в вассалии находимся, зависимо от Европы и Америки. Ну, от Европы-то вряд ли, от Америки, ну, не знаю, можно спорить по-разному. Ну, а что, тогда получается, что в любой момент кто-то от кого-то зависит, и в любой момент может быть об такой империи, как ты говоришь? Ну, да. Какой смысл говорить о таких империях? Нет. Тогда всегда существуют какие-то вассальные зависимости. Тогда зависимость понималась в те времена абсолютно чётко, значит, кто кому платил дань. А мы сейчас тоже платим по-разному. По легенде считается, что крымскому хану платили дань вплоть до Петра Первого. Да, считается. Подожди, считается, что Романову платили, а о том, что в 16-е веке платили такую, неизвестно ничего. Ну, сейчас мы не сможем. Да. Что касается дань, оказывается, существовала вот, вся торговля раньше между Востоком и Западом фактически велась через Русь. Ну, другого пути практически не было. Открыли только там путь морской, открыли в конце считается так. То есть, недавно ты говорил, почему это по сухопутным дорогам не ходят, а теперь получается, что Европа с Руси никак не могла перейти и оставаться, кроме как вот через водные пути. Нет, ты не понял, о чём я говорю. Я говорю, торговля между Западом и Западной Европой, допустим, и восточными странами вся шла через Русь. А почему? В основном. А почему? Потому что, а как? Ну, а куда? Ну, а почему? Через Северо-Чёрного моря, допустим. Через Крым. Через Персин. Ну, в основном всё-таки. Ну, это опять-таки... Если по рекам было, то то, что ты говоришь, это естественно. Потому что у тебя с Каспийского моря по Волге ты поднимаешься, у тебя относительно лёгкий переход с навьюченными людьми в бассейн Ладоги, и после этого ты был... Что я хотел сказать? Что я хотел сказать? В связи с чем я это говорю? Это опять-таки не моя выдумка. Это то, что, во всяком случае, значительный процент торговли шёл мне через Русь. Ну, конечно. И, как оказывается, что там происходило? Вся торговля то есть велась... То есть иностранец не мог перевезти, допустим, европеец своё серебро и золото через Русь непосредственно на... на Востоку не мог провезти. Не мог. Вся торговля велась, допустим, на Ярмах. На территории Руси велась на русские деньги. Значит, да. То есть они серебросовые перечеканивали. Перечеканивали в какие? Это в любой стране так? Ну, нормально, нормально. Да, да. Но что интересно, при этом перечеканке брался налог с оборота. 10% Не 10. 15-18%. 15-18%. Причём это было крайне невыгодно, особенно для Европы. Ну, и что? Ну, извините меня, такое положение, такой неравноценный обмен мог быть основан только на одном, на военном превосходстве Руси над Европой. Нет. Может быть, в других местах так же было? Нет. Других местах, на других ярмарках и в Йорке. Ну, она состояла опять по той простой причине, что место вот этого транспортного пути главного, опять существующего благодаря Волге, это же ты говоришь о Малужской ярмарке. Ну, в основном о Малужской. Малужской ярмарке говоришь. Оно было устроено таким образом, вот наш путь на Малужской ярмарке, что попасть со своей армией в чужой бассейн. И со своими грузами в чужой бассейн. Если кто-то его контролирует, тот контролирует все. Как? Ну, контролирует. Понимаешь, если бы они могли, так сказать, исправить это положение, допустим, с помощью военной силы, они бы незамедлительно это дело сделали бы. Потому что... Так не могли? Нет. Ну, есть же такое соображение, совершенно разное, правда, что здесь вопрос, в том числе и экономический, дешевле воевать или дешевле торговать, пусть на не очень выгодных для себя условиях. Совершенно торговать. Я думаю, это подсчитывается вполне себе. По крайней мере за 2-3 года купцы могли оценить размер своих издержек из этих паразитов русских и свои издержки на финансирование войны. Ты стопологически вещь, если ты ведешь, если ты государство любое, западная Европа, ты ведешь территорию на войну, на бассейне Волги. Это что означает? Что твоя позиция, то, что называется стратегия, обладает отрицательной связанностью. То есть у тебя коммуникаций нет, по сути, эффективной. У них коммуникации все эффективные, все рядом. У тебя бассейн, они все в лобками. Можно было не лезть не в Волгу, можно было все оккупировать там все западные, северные, так сказать, провинции Руси, а потом диктовать условия. Хорошо, а северные точно так же. Бассейн северной Двиной. Не удивительно, что Индию начали искать какими-то торкольными путями? Видимо, потому и начали искать, что пытались найти какой-нибудь какой-нибудь... Точно так же, бассейн северной Двиной. Ты опять сражаешь ситуацию и отрицательность вязанности. Никак ты его не можешь не взять. Это же просто статистику. Псковскую, нынешнюю Новгородскую область взять, там Езычинскую, а потом торговаться с Россией. Захватить огромный кусок территории, а потом торговаться. Они и захватили, по большому счету. Потом в смутное время. Почему в смутное время? По официальной версии была Ливонская война. После Ливонской войны. Ну, фактически. Официальная Ливонская война, выхода к морям не было. Фактически, да. Но Ливонская война начала не Европа, а начала Россия. Ну, считай, что на тот момент не было же выхода. Ну, там дело темное с этой Ливонской войной. Я слышал как-то доклад специалиста, который говорит, что это сильная абстракция современная. Ну, то, что оно принято называть Ливонской войной, на самом деле, это была огромная масса совершенно хаотических стычек, которые, ну, в принципе, да, инстинктивно как бы эта масса ползла, понимая, что нужен выход к морю. Но это не было государственным действием. То есть, это не было решение самодержа расистского, который сказал, что вперед. Ну, понятно. Как приводит Весик Петра. Нифига подобного. Как бы так это явно не было. Ну, она ползла тогда, причем по каким-то причинам, может быть, денег было много. Она ползла во все столы. И речь решалась по большому счету. Стратегическим пунктом была, конечно, Казань. Как только взяли Казань, все уже верховья Кама были их тогда, на тот момент, и все вниз по Волге тоже было. Ясно, что уже после этого сибирские ханы вы тоже приедете, наверное, на верность московскому государю. Это вот никак не связано. Просто экономика, она должна опережать всегда любые представления. Экономика состоит, что у тебя единственный эффективный транспортный путь – река или море. Если ты ее контролируешь, контролируешь все. Если ты ее контролируешь. Вот Казань стояла, пробка просто. И тут речь шла к тому, кого. Либо Казань в Москву, либо Москва Казань. Ну, кто? В результате победила Москва. А могла и Казань? Могла и Казань, по сути. Все логично, правдоподобно. Так, правда, все сходится. И все эти надписи, Петра Первого, и по крайней мере, что народ бежал из Перми в Норвегию, так он действительно бежал, спустился по северному двене чуть-чуть, и переплыл это голод. Ну, это в частности просто. Но факт состоит в том, что на основе этих фактов нельзя констатировать наличие репей. Да, нельзя. Они укладываются в нормальную обдаленную строительство. Да, и получается очень… И как я постоянно говорю, что Московская Сольевская Русь по всей видимости, это было финно-гостное государство. И очень похоже на то. И одна из столиц Ивана Грозного, это Вологда, Бассейн Сольевская Русь. А вот это, я как бы адвокатом дьявола, а нельзя обернуть это, твои аргументы против тебя и сказать, что да, расширилась сфера влияния московского князя. И тем самым, московское княжество выступило в качестве метрополии. А те, кто не пресекал, это были колонии, так сказать, в разной степени привязанности к метрополии. И все равно импирия. Ну только маленькая. Ну да, не то, чтобы довезть землю. Волжская. То есть, импирия трюм бассейнов. Это, скорее, собирание государства. Да. Это Печо, Северной Двины и Волги. Потом больше в начале было истоки Волги, истоки Северной Двины, то есть Сухоный Юг. И Ростов Великий там находился, блин, и Великий Устюг, вот, и, как я полагаю, все-таки Великий Новгород тоже там уже находился рядом. Вот они там все находились. Там сформировалось некое государство, которое все-таки в результате упорной борьбы переиграло Казанское ханство и стало в этом Волжском конгломерате лидером. Ну да, но это... Ну, из каких-то... Ну, из каких-то... Я потому что хочу сказать, что все факты Фоменко и Насовского, как в империи, вот в данном контексте, вот в этом Северном, они гораздо лучше объясняются в рамках традиционной точки зрения. Но гораздо лучше. А как объяснить тогда огромное... Нет, вот, так они же, Насовский и Фоменко, да, не говорят же, что там эта империя была в 1150 году. А это, говорится, до того года. Ну да, потом она распалась, потом соединялась, да. Но они же говорят про печать-то эту нашу. Они же говорят, что Вятка, это у тебя Каталония, Пермь, это юг Германии, Стефан Пермский придумал латынь. Вот такие вещи же, они всякие говорят. Стефан Пермский родился в Великом Устике, съездил в Москву, потом на 100 километров дальше по Северной, по Северной Двине спустился до следующего Курного притока. Там юг с Сухоной сливается. Кстати, вот что интересно, там ли был исторически Великий Устик? Меня всегда удивляло, например, что Смоленск впервые упоминается в Устюрском летописце. Да, да. Почему так? Где Устик, а где Смоленск? Да. А я тебе про что это говорю? По тому вещь, который я постоянно оставляю, что Суздальская, Владимира Суздальская Русь, Московская Русь была в первую очередь финно-гостским государством. Как причинились моему этот вопрос? Потому что ее настоящая история, ее как бы альбоматор или земля ее настоящая, это вот там она и есть на севере. И основополагающим городом, определяющим, является Великий Устик для Смоленска, а не Смоленский Великоустик. Вот в чем дело. В аристократии, в генетике по всему она финно-гостская, финно-гостская она. И когда Фомин Пеносовский обвиняют Романовых, что где они скрыли, я уже постоянно говорил про эту аналогию, что они скрыли Великую империю самих русских, как ни странно, они выступили прямо в прямом противоположности. Это очень напоминает мне фильм Шрек первый. А в чем там фильм Шрек? Что там прекрасная принцесса, она начинает обращивать с троллем-мымрой. Да-да. И они спрашивают, как так? А она говорит, да вот была злая колдунья, которая меня заколдовала. А потом выясняется, на самом деле, прямо противоположная точка, что она с самого начала родилась как очень страшный, как тролль по сути, очень страшный. И колдунья была, наоборот, хорошей, она позволила ей выглядеть по-нормальному, по крайней мере, днем. То есть прямо противоположно. Поэтому, точка зрения, моя на Екатерину Великую, скажем, она как на эту самую колдунью. То есть, она не в том смысле, что она скрыла от русских их великую империю, да, и остальные романы она скрыла. А не наоборот, она позволила русским, собственно, то есть славянам, чувствовать себя основополагающим государством, в то время как они всего лишь были людьми, подвластными финно-угорской державе. Да, конечно. Финно-угорская держава, на основании чего? На основании генетики этих самых... Генетики и генетики, и все. И даже этих заключений, что у тебя столица Ивана Грозного Вологда, великий устьюк, великий чрезвык. Столица Ивана Грозного Вологда это легенда, фактически. То есть, никогда она... Великий Новгород, Иростан, все поняли по северу, что в мире на территории Московской области жили, что татары под Тутаевым, как говорят историки, о, какой этот забазный зигзаг истории. Татары у нас в центре России, типа того, что. Под Тутаевым, то есть, Романовым, Борисогневским. Считается, что Иван Грозный взял туда и переселил. А они всегда там жили, просто-напросто. Потому что Московский, Киев, очень похоже на то, что Владимира Сузицкая Русь, это было финно-угорским государством, и она сформировалась именно здесь, на севере, недалеко от Великой Перми. То есть, никакого Рюрика не призывали, а просто всегда и были, да? Да, да, да. Они были сами по себе финно-угорами. Вот Варяги… Вот потому и придумали Варяжскую версию, чтобы обосновать, как это вот все это. Этот же, говорит он, Задорнов, даже Задорнов сегодня вспомнил, о слове, откуда произошло Варяги, о том смысле, что они варили, а что можно было варить в те времена? А рыбу, я даже не знаю. Нет. Что варили? А Варяги не слово враг? Нет, Варяги. Что варить-то надо было? Вы парнил-то, что надо было? А соль? Соль, конечно. Опять, мы интересуемся, а где же у нас это? Соль-то была главным источником для России. Соль-Вичи-Годск, столица Строганов. Это вот та самая, город, который находится ровно посередине пути, между нынешним Котласом и Усть-Вымью. То есть это Соль-Вичи-Годск, на реке Вычих, да? То есть Соль-то, как бы нарезовывается. Нарезовывается. Там была столица империи Строганов, можно сказать, такой промышленной. Это вот их, они город, который построили. Ну, считается, что они первыми там прииски организовали, в Соль-Вичи-Годске. Скорее всего, они просто добились того, что им дали монополию на эти прииски, чуть позже. Просто уже после жизни, после Стивана Пермского. Кстати, что касается вот финно-угорской знати, вполне возможно, да, я не хочу сказать, но там списки, да, тех фамилий, у которого, которые, как бы, не являются финно-угорскими, там кто же Шуйский, там еще кто-то, да. Ну, в том списке, где финно-угорская знать, где, которая имеет финно-угорские корни, например, нет таких знаменитых и древних фамилий, насколько я помню, да, я может ошибаюсь, как Бельский, Стеславский, Курлиатилов. Кровь не сдали просто. Нет. Их просто физически нет. Они дожили до нашего времени, понимаешь? Огромное количество знати русской было уничтожено, а время опричнины там, и часть ее потом, в течение 17 века, просто выиграла. То есть, самые фамилии, которые как раз верховодили, они в этом списке... То есть, я хочу обратить внимание про злую ведьму Екатерину. То есть, она по отношению к той или иной акции, то есть, большинству, которые уже во времена были славянами, по большому счету, наоборот, выбрала некую благодарную вещь. То есть, она скрыла... То есть, она, по большому счету, решила создать единый народ из завоевателей и завоеванных, по сути. Хотя, это разница была. Мы отлично знаем, что народы по Волге всегда были государственными представлениями. Минуточку. А если я истиную, что это Владимиро-Суздальская Русь была финно-морским государством, да где же тогда жили славяне, которых они вроде бы завоевали? А южнее жили. Южнее жили, вот где за Мерии жили. Южнее Тулы и жили все. У нас, ты по-славянски... Плюс Беларусь и Украина. Да, по-славянски, где у нас самые-самые русские, я не считаю, конечно, евреев в Ашкеназии. У нас кто самые русские? Самые русские у нас, беларусы, поляки, вот она их территория. И в Ашкеназии. Киевская Русь, сразу как быстро исчезает куда-то, да? Сначала она великая, в Лужичане, все остальные люди. Вот в Казахской эскурсии захватили, понимаешь? Вот она их территория захватили, наверняка. Хорошо, это уже немножко... И плацет у них уже финно-угорский. Чуть в другую сторону. А чем тогда объяснить главенство русского языка, именно так сказать, а не финно-угорского, славянских языков на территории России, и в Территории России? Ну понятно, непонятно, но очень похоже, что говорили действительно, вот здесь французские правы, что действительно до Романовых страна была двуязычная буквально, буквально, в финно-угорском. И потом... А если двуязычные, допустим, там русский и татарский, но татарский, это опять-таки не финно-угорский язык. Да, он не финно-угорский. Действительно, часть финно-угров, почему-то типа татар, они говорят на тюркском языке. Если финно-угоры были такой доминирующим этносом, так сказать, они и должны были глубокий след оставить в языке страны, но почему-то не оставили? Не оставили язык славянский, да, это действительно так. И более того, славянский язык, я же объясняю, что славянский язык – это язык православия. То есть, когда была религия распространена, видимо, тогда и постепенно перешли на язык. Так был ли у них, может быть, язык? Вполне возможно, что на тот момент русский, то есть какой-то славянский язык был просто языком межнационального общения, ведь может, между различными финно-урговскими племенами, типа Мерия, Смирянским, или каким-то еще. А как еще? С чего он должен быть языком межнациональным вообще не понимать? Мы же не рядом. Может, он был цивилизационным языком, реально цивилизационным. И мало того, что славянские языки доминируют на территории как в России, в Восточной Европе, все мы знаем, что по работам Чампи, Черткова, Воланского, что этрусские надписи очень успешно дешифруются на основе именно славянских языков. Да, они находятся, извините, не под Москвой, а в Италии. Да, да, да. И это нормально тоже. Это абсолютно нормальная ситуация. У тебя, действительно, близкие этносы с группами Р-1-Б и Р-1-А, они у тебя, действительно, захватили практически всю Европу. Это у тебя немцы, среди немцев много. Конечно, пожалуйста, это очень хорошо вписывается в идею Фомена Коносовского. Оно-то и вписывается, но тогда надо смотреть, где была метрополия вот этой славянской республики. Хорошо, а ты не исключаешь такой вариант, что сначала, как бы, прошло, как бы, славянское завоевание, да, а, скажем, габлогруппы финно-угорские у славян, они, это следы уже более позднего периода, когда славяне стали активно смешиваться с финно-угорскими. Да, я именно так и предполагаю. Я именно так и предполагаю. Я считаю, что, действительно, у нас широким поясом прошло славяно-славянское завоевание мира, что называется, славянское, которое никакого отношения к московскому царству не имеет. И потом, когда у вас смешанное финно-угорское царство Верховьях Волги и Верховьях Северной Двины сформировалось, оно распространило свой власть на территорию всей тогдашней Руси. Я не верю. Завоевание, если говоришь, прошло широким фронтом. Просто переселение буквально. Это не могло быть просто переселением, а это могло быть только экспансией мощного централизованного государства и никаких других вариантов. Откуда это мощно-централизованное государство, где его было сердце? Ярославль. Почему? Почему? Ну что? Крупнейшая река, да? И север? Тогда надо искать там максимальную концентрацию гаплогруппу. Они потом смешались с финно-угорами. А что они тут-то не смешались? Давайте поищем там, где она осталась максимальная. А она максимальная осталась. Вот где? Белоруссия, Польша. Потому что там не смешивались с финно-угорами. Вот. Вот она появилась. Опять, у кого возьмем? У славянцев, где там смесь финно-угорами? У славянцев 60%. У евреев, левитов, ашкина. Они не смешивались с финно-угорами. А русские, жившие на территории Владимира Суздальевской, они уже... Так, а почему ты тогда считаешь, что... Тогда получается, раз они смешивались финно-угорами, значит, эта территория московского Владимира Суздальевской, это была периферия, раз они не смешались. А сердце находилось в другом месте. Почему периферии? Они просто... Когда образовалась... Сначала перед завоеванием, допустим, Европы, сначала образовалась единое централизованное государство, которое включило в себя... Ты должен искать и другие следы. У Крегизов ее много. У Пуштунов. Почему? У... 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 У индусов. Тем более. Это такая штука. Но ты должен при этом показать, что у тебя сердце, основание, оно находилось вот здесь у тебя, в Москве. А это не так. Это никак не удается обосновать. Почему? А почему удается-то? Так нет, это, во всяком случае, не противоречит особо данной генетике. Ну... Так а почему оно там должно быть? У тебя, я говорю, что у тебя максимальная славянская группа у евреев в Ашкиназе. То есть, у запнутого городского населения Священной Римской империи. Вот тебе и надо искать славянскую вот эту страну, которая распространилась в Священной Римской империи. Отсюда и этруски, и все остальные. Вот она была сердцем. То есть, настоящая Римская империя, по всей видимости. А это так, периферия. И на этой периферии, по каким-то причинам, родилось смешанное финно-угорское государство, которому каким-то образом, подзначительно позже, удалось распространить на кусок Восточной Европы собственную власть и влияние. Вот позиция. По-моему, она выглядит логично. Не знаю. Я тут никакую не логично. Да, во-первых, ну, что касается Священной Римской империи, тут-то вообще, если уж на то пошло, знаешь, на главном городе Священной Римской империи, так сказать, на главном соборе города Вены красовался османский полумесяц в 16 веке. Это как понимать? Да, они с руками действительно конфликтовали. Они, значит, не конфликтовали, они были подвластны, получается. Быть может, и подвластны. Может, и так и рассказали нам историю, что Вена, на самом деле, была взята. Кто его знает? Может, и была взята Вена? А может, это относится к культу как-то Богородицы, вернее, что на полумесяц является знаменом? Ну, это трудно сказать. Трудно сказать. Но общее впечатление нас состоит, что центр истории Европы, как бы, да, он выглядит как... это то, что находится во... Священной Римской империи. А сейчас где это? Это Германия. Германия, Австрия, Северная Италия. А как объяснить тогда огромное количество русизмов в европейских языках? Ну, чего? Как? Ну, потому что... Ты когда сюда невероятно уже рассмотреть? Это славянский язык. Не получается. Да потому что у тебя Север один был связан... Ну, пример. Примеры могу привести, скажем, язычник по-английски, Паган. Да, но это же явно просто русское слово Паган. Или... А почему не наоборот? Что Паганый, а Паган? Паганый, а... Ну, это слово, потому что Паганый, это слово, как бы, оно имеет разные смыслы. Германия. Ну, теперь получается, что... Паганый, кроме вот этого слова, не имеет. Славянские языки, они связаны и центральные Европы. Они с ней связаны, правильно, и чего? Что из этого? Связаны с центральной Европой. До сих пор немецкий язык не оформился... Да не просто славянский язык, а именно русизмов очень много. Почему русизмов-то? Ну, не знаю. Там примеры самые... И, не знаю, там... И Индия, для ли русского слова, значит, оно, по-моему, в латыни, до сих пор так и есть. Ну вот. Или там слово сикара, это резок по-латыни, да? То есть это просто сечь. Или там... Или там... Да. Или... О! Или это то, что, может быть, это... Нет, ну, это правда. Тут надо апеллировать хотя бы, не знаю, там... Наоборот, скажем... Скажем... Слово... Санскрит практически русский, да. Резюме французское. Санскрит практически русский. Там, где Родина... А, у тебя люди живут, там они по-русски разговаривают. Примерно. Санскрит практически русский, да? Ну, а здесь в Европе-то именно... Именно не просто... А какой же у них каплоглопа доминирующая? У немцев, допустим. У них пополам Р1-Б и Р1-А. Вот их пополам соотношение. У них же нет никакой собственной каплоглопы. Они и едят, что немцы, по сути, в значительной части славянский народ. Ты хочешь сказать, что центр славян, исторический славянского языка, это что? Австрия, по-твоему, что ли? Практически так, да. Вот это. Польша, Белоруссия, север Украины. Вот эти места. А Кирилл Майкоди откуда пришли? Дикое поле, так называемое. А в Англии, как оказалось, в английском языке, опять-таки, огромное количество русизмов. Ну, я не знаю. Потому что у тебя доминирующим этносом, то есть, главным этносом, славяне были основными насильниками Священной Римской империи. Священная Римская империя, совершенно естественным образом доминировала над всеми остальными государствами Европы. До сих пор Британия управляет немецкая династия под именем Виндзорской. Никакая она не Виндзорская. Благодаря до сих пор. Если мы посмотрим, династии немецкие, они управляют вообще всех. Значит, и русский язык пришел на Руси, что ли, и завтра? Не на Руси он пришел, да. Вот там он и существовал. Он там вот и существовал, как бы, где с британским отношением. Вот на территории нынешнего Дикого поля, на территории нынешнего, тогдашнего Дикого поля, то есть Южной Руси. Где же тогда центр исторический славян был? Я не понял. В Диком поле или в Австрии? Ориентировочно это где-то район нынешней Белоруссии. Там, где у тебя глупая Р1, она у тебя максимальная. Там, кстати, природные условия наиболее благоприятные. Белоруссия, Польша, вот эта ситуация. Австрия, вот этот весь кусок, он там был. Вот это метрополия. У тебя подавляющее большинство династий европейских, они все имели корни Священной Римской империи, от каких других куфустов происходили. Будь что греческая, будь что испанская, будь что британская. Это уже в 17-18 веках. Ну вот это, по крайней мере, факт. Но опять у тебя. У тебя везде доминировала основа немцев и покровий как-нибудь еще. Это славянские администры. У тебя максимальная концентрация, еще раз повторяю. Подожди, ты, главное, должен заметить, что Священная Римская империя, это и есть та самая Римская империя, как говорится в Союзеотечнице. Да, да, да. В истории Священной Римской империи просто вы не найдете эти многих фактов, которые, так сказать, прописаны в истории Римской империи. Ну, не найдем, а многие найдем. Может быть, многие сочинены. Ну, почему? А бывает, что их фантом оказывается гораздо важнее, чем реально происходящие события. История эта наказывающая не так. Главное, что Священная Римская империя, по крайней мере, документированная. Да, там мощнейшая история, большое количество документов. Странно предположить, что они все подделаны. А Римская империя, это нечто такое все-таки мифическое вам было? Нет, я тебе хочу сказать, что в Московской государстве документов мало чего-либо еще, практически. Все они поздние, все они спорные, по большому счету. А там мощнейший комплект документов существует на все. Очень похожа позиция, она такова, что у тебя были страны периферии, Восвященная Римская империя были страны периферии. И история Российского государства, например, Сусливский, это история периферийного народа, усиленно боровшегося со своими братьями, с соседями татарами казанскими. Вот они с ними там боролись, и доборолись, в конце концов. Ты думал, казанскими и этими, и этими? Крымскими. Крымскими тоже. Ну, вот они вот там, но это история периферии, по большому счету. А Византия как вписывается в Священная Римская империя? Ну, не знаю, как она вписывается. Никак не вписывается, и сама по себе жила. И не должна ни по какой истории вписываться. Сама по себе жила. На столице Священная Римская империя где было? Рим был? Прикол состоит в том, что официальный Рим, а у них был закон в последнее время, что тот князь, на территории которой находится в тот момент столица, тут обязан ее содержать. Все, вот здесь дворы императоры. Поэтому там был знаменитый Кочующий Глох. Они переезжали с территории на территорию, и их обязаны были содержать. Какая была натуральная предельность. Но поскольку они всегда были Камзбургами, их неофициальная столица была, безусловно, Вена. Или вторая их столица, это был Милан, который тоже главного территории Камзбурга. То есть потом это все сжал за достроение, да? Да, конечно. Потом произошел крах ее в 1804 году в Священной Римской империи. Крах. В 1804? В 1804 году. Появился Римский Союз. А от чего крах произошел? Ну, битва устроилась знаменитая. А французы взяли, выиграли эту войну, пошли в Вену, и посостоялось... И сценарий выполняется? А? Нет. И после этого отправились в Оперу Венскую слушать музыку с тогдашним императором. Там в коридоре о чем-то поговорили, и он отвлекся от престола. Наполеон пытался стать следующим римским императором, но решили, что пусть лучше не будет никакого, чем такое. И поэтому именно в наполеонцах и заважаются эти рояльы. А римская империя была бы совсем инфемерная. А она так и должна быть. В нормальном феодальном государстве император такой и должен быть. Когда он абсолютный монах, это ненормально, это что-то не то. Игорь, может, такой-то, извините. А перейдем? Так что сейчас Священная Римская империя и Римская империя, это у вас разные понятия, да? У всех разные. Нет, вы сейчас говорите, это разные. Значит, вообще говоря, они считаются разными, но я полагаю, вот здесь меня Фоменко в этом убедил, что Римская империя, так называемая настоящая, это фантомное отражение Священной Римской империи. То есть, вы сказали, что Священная Римская империя умерла в 1704 году. Ну, прекрасно существует. А когда она родилась? Ну, трудно сказать, когда она родилась, но полагается, что это где-то порядка в районе 10-го века. Нет, тогда ты путаешь. По официалке были две Священных Римской империи. Священная Римская империя германской нации 10-го и 12-го века. И Карлова. Да, и Священная Римская империя гангсбургов. Ну вот. Гангсбургов. Да. То есть, это стали Вена и Германия, это рядом? Ну, фактически да. Какая Священная Римская империя, по-твоему? Последний. Тогда еще возникает вопрос. А что такое Монгольская империя? Трудно сказать, что такое Монгольская империя? Ну да, они не маленькие. Какая татарская? Кто такие средневековые татары? Ну вот, они есть. Ну, например, я сам читал описание походов крымских ханов на Ивана Грузного, когда они сожгли в Москву, в 1571 году. Так вот, там Крымские татары называются монголами. Ну и что? Ничего, вот и все. А вы, скажем, автор начала восемнадцатого века, так сказать, Иоганн Дремель, скажем, называют русских татарами. Ну хорошо. А в сказании о бране с турок, с линициянами, турки называют татарами. Ну я хочу сказать следующее. Кто ошибались в истории? Да кто же такие татары все-таки средневековые? А не проще спросить, что люди ошибались, которые называли татарами? Да, монголы. Ну вот, монголы, я уже точку зрения тебе высказывал, что это, скорее всего, какой-то из финно-угольских этносов. Это мне не нужно. Да, но считай, все-таки, когда, где это, да, возникает вопрос, когда эта империя была, где был ее политический центр? Ведь она же была огромная, она восточную Европу даже часть захватила и удержала какое-то время. Где-то в Поволжье, где была монголова. Скорее всего, в Поволжье. То есть, Владимира Суздальская Руси она не имела никакого отношения? Ну, Владимира Суздальская Руси, на самом деле, тоже находилась в Поволжье, так кто его знает, может и там это тоже было. Но это была Поволжская какая-то была республика, не имеющая отношения к современным монголам никакого. Почему? А почему она должна иметь к своим монголам какое-то отношение? То есть, с территории современной страны Монголия? Да, конечно, и с тем, к монголам не имеющим никакого отношения, это факт. А почему монголы должно быть этническим словом? Почему это не может означать какое-нибудь военное, географическое или общественное? Ну, я говорил, со временем Ивана Козлова, русских татай называли монголами. Ну да. Ну и что, а планы Карпини вообще называл там, допустим, всех, он говорил, что монголах именуемых нами татарами. Ну, хорошо, и что? Ну, я говорю татары, да, я говорю татары. Поэтому тут вообще очень большая путаница с тем, кого называли татарами. Правильно, а почему это сразу же этническое наименование? Может быть, это какое-то другое, чисто непонятное, не знаю, как это называется? Ну, этническое, потому что сейчас мы так живем, этнически, да. А тогда, 300 лет назад, было по-другому. Потому что даже татары считают себя не татарами, а волжскими булгарами. Ну, волжскими булгарами, да. Да, и как бы, татары, это не само название этноса, да, это как бы внешнее название их. Так же, как мы... Так вот тебе, получается, монгольская империя, это и есть та самая, так сказать, империя в смысле Фоменко и Носовского. Да, возможно, она была просто меньше, чем это предполагает Фоменко и Носовский, вот и все. А может, больше в другие периоды, а может, меньше. Ну, по крайней мере, ясно. Об этом я уже говорил постоянно и говорю сейчас, что, по большому счету, нельзя говорить, что монгольская империя господствовала всем миром, согласен? Ну, наверное, так нельзя говорить. Что это было, ее привилегие, это была территория Восточной Ивовы. Ну, возможно, да. Хотя, опять-таки, тут... Я эту точку зрения уже тоже это высказывал постоянно. Окончательно тут, как говорится, тут требуются дальше специальные... Еще, поразоподобно, что если дорогами были речки, то их добраться туда было никак. И тут сложно было добраться. Ну, думаю, как-то как-то существует. Я вот тоже так думаю. И по генетике и по всему очень похоже, что там была ярко выраженная финно-головковская опель государства. Поволжское, финно-головковское государство. А в Индию тогда не они проникли? Не знаю, может и они, но тогда должны быть генетические следы. Генетических следов там нет. Финно-головков генетических следов в Индии нет. Зато есть явные и славянские. Конечно, есть явные и славянские, да. Ну что, все, хватит. Мне кажется, вы как-то о разных вещах говорили. Нет, я начал с одной очень простой вещи. Я попытался сказать, что традиционная версия истории гораздо лучше объясняет те факты, на которые акцентируют свое внимание Фоменко и Носовский, что касается Северной Руси. Вот и все. Ну, наверное, тогда надо просто уточнять, что традиционная, в смысле, что, да, вот это, говорим о таком-то периоде, там, протяженностью, там, двести или триста лет. Что такое, значит, традиционная? Лучше уточните. Да, да. То есть, вот традиционная. То есть, все вот эти факты, касается уже таких маленьких, что жители Зимней Пермской сбежали от татар и монголов в Норвегию, они в этой концепции получают хорошее объяснение. Надо обращать внимание, где находилась, на самом деле, Пермь, что Пермь – это не только нынешние камни, но и юг бассейна Северной Руси и так далее. На вычинке, как раз, в бассейне Северной Руси стоит и город Сыктывкар на следующий год. Ну, да. То есть, ты говоришь, что вот это было в 1300-х, там… Да, в 1300-х годах, в 1300-х годах. В 400-х годах, да. Вот в эти 200 лет, да, вот это, да. Ну, да. То есть, вот так, вот это мы еще обсудили. А я вот Игорю хотел бы просто добавить к тому, что говорит Игорь, это мое понимание, что такое было татаро-мамбульское нашествие. Если посмотреть многие вот картинки, вот это «Сузды Легуля», да, там, то можно понять, что вот, что такое эти татары там. Всегда во голове там находится какой-то, ну, и всегда выделен, да, на этих картинках, какой-то предводитель, у которого находится корона, он там, на своем положении находится, а все остальные воины точно такие же воины, как и воины, защищающие, допустим, какой-нибудь город. То есть, на самом деле, возможно, никакой империи не было, в смысле, территориальной, принадлежности к той или иной области, там, государства, там, или каких-то земель, да. А на самом деле, возможно, монголы это было просто какое-то войско, типа вот Орды, как вот, как своего рода такие вот древние бандиты, которые просто, с которыми просто жили за счет, как бы, эксплуатации, там, и взимания Дани с окрестных земель. Вот и все. Войск, подожди, подожди, там точно так же и казаки, да, смысл того, как жили казаки. Они просто организовывались у войска, они же не работали, ничего не делали, да, они просто жили там. Они не могли себе починить ни одного государства. Нет, они же, подожди, послушай, причинились починить, они жили грабежом. И поскольку они могли это делать, жить грабежом, зарабатывать себе на жизнь, и больно жить, они так жили. То есть, так же, возможно, вот эти вот татары, вот эти монголы, это и есть такое войско, которое живет просто грабежом, у которого нет постоянной дислокации, которое перемещается из места в место, как бандиты. Серьезные войско могут быть только войском государства. Но это у тебя такое представление, в момент, когда весь мир поделен на государство. Ну, не знаю. А когда нет строгих границ государств, и когда можно организовать такую банду, и за это ничего не будет, потому что государство просто не имеет сил ее подарить, то можно... Государство как раз всегда сильнее бандитов. Государство всегда сильнее. В те времена, о которых мы говорим, на самом деле, государство не было сильнее. Ну, нет, я не знаю, как про банду. Нет, это моя версия. Моя версия состоит только. Что такое татары-монголы? Это просто чисто войско, которое жило... Только нельзя его даже войску можно назвать, чисто ватага какая-то, да? Вот типа там казаков там... Вообще в русских летописях мирповного правителя монголов называли царем. Стали бы предводить бандитской шайке называть царем? Он и есть царь, правильно? Нет, заметьте, что и больше никто не имел права называться царем. Только он. То есть сказать, что это предводитель бандитской шайки? Да. Крымского хана все время называли царем. То есть нашего московского государя, например, во время этого... Бандитской шайки? Крымского хана, как бы еще называли государем, но никогда царем. А его называли царем, и его ближайшие родственники принцем. Так у тебя сейчас представление, кто такой царь. Слово царь, на самом деле, тоже имеет свою историю. Крымского хана, крымского хана, да. Имеет свою историю, что это означает? Во время пошествия крымских татар на Лусь, в случае сражения Москвы, всюду его называют царем, его принцем. Ладно, Грозного тоже называли царем, конечно. Там то, что я читал, только говорили государем. Ну, государь, ну и что? Тогда называли царем. Более того. Обратить внимание. Нет, Иван Певенков, который первый, которым называли царем. Он первый. После того, как захватил Казань, он назвал себя царем. Нет, нет, нет. Да? А, может быть, да, может быть. Только после захвата Казань он это и решился на то, чтобы назвать царем. Во многих исторических документах русские великие князья, в том числе Дмитрий Донской, называются царями. Но современные историки интерпретируют это таким образом, что это просто, чтобы похвалить их, так сказать, там, так называли. В плане, что лезть это было. Но это чистая интерпретация. Да нет, но у тебя слово царь то что означает? Верховный правитель государства. Царь, царь, царь. Ну, еще вот в пользу Болата, что очень загадочная республика была, и крымских татар. Почему их было так много, они обладали такой сумасшедшей силой и боевой мощью? Вплоть буквально до 17 века. Да? Да, почему? Нет, ну, во-первых, начнем с того, что начиная с конца 15 века, они находились под протекторатом турецкого султана. А за турецким султаном было огромное, огромное количество. Это так, но тем не менее, неудивительно, раз у них были собственные войска, и собственно, откуда они их брали. Но в самом деле, собственно, территория Крыма, она для массового населения, для такого массового населения не приспособлена. Там невозможно было. Там нет ни земли, она не плодородная и так далее. Воды нет. Да, именно так, да. Нет, ну, я так смутно со всеми земляной полдородной. Знаю, что… Вот это нет. Суме много. То, что стало называться крымскими татарами, это отделившаяся часть Орды Великой. Ну да. Просто, когда она оказалась в Крыму, там довольно долго они вели себя бестолково. Ну, то есть, они же по своей природе, как их называют, это кочевники. Поэтому они понимали жизнь мирную каким способом? Пасти стада. А в Крыму с этим не разгуляющие. И, соответственно, от такого нелепого ведения хозяйства они просто захерели почти моментально. Пока не нашелся какой-то просто умный… Представьте. Умный предводитель, который вырос в Великом княжестве литовском в качестве заложника. Вот. И там он наплатыкался европейских порядков в том смысле, что можно, во-первых, вести сельское хозяйство, а во-вторых, можно жить на доходы от дани и воинского грабежа организованного. Вот. И после там многих треволнений он утвердился в Крыму, и тут-то они поперли в гору, потому что он все правильно придумал. Ну, может быть. Но все равно непонятно, каким образом, обладая в столь слабой после экономической возможности митрополией, как Крым, а все плодородные земли, кстати, подъезжали турецкому султану на тот момент, то есть все побережье. Они ухитрились доминировать на восточно-европейской равнине на протяжении целых столетий. Крыма, да, в хозяйственном отношении было, может, неудачно, но в военном отношении была идеальная. Какими странами их спормируют? Одно с ровным не может соответствовать. Ну, во-первых, крымское оканство уже, оно не было, собственно, ограниченной территорией современного Крыма, полоского, а северное Причерноморье тоже входило. Ну что, ладно, ну все, доходи. А насчет Абдулга, они же брали еще дань людьми, зачем? Если это было государство централизованное, там был царь, да еще какая-то гнездь. Нет, дань людьми это просто, так сказать, набор в армию. Правильно, потому что Орда не была никаким государством, а была армия. Почему? Набор в армию-то государство набирает в армию. А почему ведь назывался-то Ордой? Почему государство назывался Ордой? Это не государство называлось, а Ардой. Ну, армия называлась Ордой. Правильно, но получается ли так, что кроме армии ничего не было? Ну, много, в общем, фильме всякое произнесли, хватит. Да нет. Ордой. Слышу. 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 Абдул. Слышу. Продолжение следует...